Частично информация, изложенная в публикации в новой газете, подтвердилась. Это касается фактов выноса из помещения избирательных комиссий, избирательных бюллетеней для голосования и отсутствия сведений об этом в итоговых протоколах ряда участковых избирательных комиссий. Избирательной комиссии Саратовской области заявителям были даны буквально следующие ответы. Поскольку по представленным вами в избирательную комиссию ксерокопиям избирательного бюллетеня сделать вывод о подлинности бюллетеня невозможно, рассмотреть по существу ваше заявление не представляется возможным. Соответственно, конфликт исчерпан не был. В результате в настоящее время в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации подано 6 заявлений с требованием возбудить уголовное дело по фактам фальсификации избирательных документов, 12 граждан подали заявление в суд с требованием обязать избирательную комиссию Саратовской области произвести пересчет голосов на радиоизбирательных участков. Необходимо констатировать, что вышеизложенное свидетельствует о слабом контроле за ходом избирательного процесса со стороны избирательной комиссии Саратовской области. Я правильно понимаю, что вот эти 17 обращений, это 17 обращений представителей политической партии «Яблоко», которые организовали флешмоб во время выборов, и каждый из них, из этих 17, вынес по бюллетеню с каждого участка? Да, организовало ее региональное отделение «Яблоко» вместе с другими общественными организациями. Насколько я понимаю, там еще принимал участие голос во всей этой акции. Согласен с тем, что те средства массовой информации, которые есть в Саратовской области, большинство из них моментально обращали внимание на ход избирательной кампании, на обращение на заявителей, которые говорили о том, что возможно нарушение избирательного законодательства, и действительно избирательная комиссия не всегда оперативно и не всегда внятно реагировала на эти заявления. Мы не подвергаем итоги выборов в Саратовской области, исходя из того, что многие участковые территориальные комиссии на территории области сработали хорошо. Основная претензия наша к областной избирательной комиссии, это то, что потеряла полный контроль и руководство за теми избирательными процессами в день голосования, которые проходили. Что касается выноса вот этих вот бюллетеней, да, может на самом деле мы не так правильно отреагировали в свое время, что дало возможность вот этим вот публикациям, в том числе и в «Новой газете». Регион у нас, как вы все знаете, непростой, средства массовой информации у нас сильно политизированы, и фейковые вот эти вот вещи, которые происходят постоянно по любому нашему действию, они, скорее всего, и сыграли на тот информационный фон, который мы получили по результатам этой избирательной кампании. Учитывая все вот эти вот моменты, и с учетом тех задач, которые стоят перед избирательной комиссией Саратовской области, сегодня буквально вот за час до заседания Центральной избирательной комиссии у нас состоялось заседание Избирательной комиссии области, на котором было рассмотрено мое заявление о сложении полномочий с должностью председателя. Павел Геннадьевич, человек взрослый и образованный профессионально, должен был на эти провокации профессионально и грамотно и адекватно реагировать. Не удалось. В результате образовался скандал. И этот скандал, конечно, он вот для нашей системы, для всей, должен стать поучителен. Потому что так как мы боремся с нарушениями внутри своей системы, ни в одной стране такого не происходит. Мы напридумывали такого, что уже сами не знаем, находимся не просто там в стеклянной комнате, а мы еще в каждое окно вставили линзу со стократным увеличением. И теперь этого мало, теперь начинают придумывать провокации, партии которой выйдет на вейца не стоит, и ничего на этих выборах добиться не смогли. И общественная организация, которая ничего, кроме того, чтобы уже теперь придумывать того, чего нет, провокации создавать, потом их фиксировать и говорить, вот какие мы плохие. Я бы хотел, чтобы в этой части мы тоже дали достойную оценку тем, кто работая с нами, примазываясь к нас на работе, начинает устраивать провокации внутри нашей системы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова